Открытая для болельщиков тренировка хоккейного ЦСКА привлекла немногим более ста зрителей. Ничего не поделаешь, но Москва с каждым годом становится все меньше и меньше хоккейным городом. И это не вина поклонников хоккея, что три столичных команды КХЛ играют на аренах, которые не соответствуют уровню лиги. Игроки уже привыкли к условиям, в которых приходится выступать и готовиться к играм, но не скрывают, что в более современных дворцах играть тоже приятно. Приятно играть в новых дворцах, это естественно. Но тут достаточно большое финансирование надо, чтобы на строительство новых арен. Поэтому мы уже к ней привыкли, хорошая арена для нас, дом, поэтому... А дальше загадывать сложно. Устройство КХЛ подразумевает создание целой индустрии, так как это сделано в Северной Америке. Однако такие команды, как ЦСКА, лишены возможности получать прибыль. Ледовый дворец принадлежит государству, а не клубу. Подобная система отношений лишает армейцев возможности заработка. В этом плане государство не является хорошим управленцем, и мы это видим. Дворец убитый просто. Непонятно, что здесь можно сделать. Прошел сейчас по вестибюлю, я не понял, где я нахожусь. Я нахожусь в дворце ЦСКА, нахожусь где-то в концертном зале. То есть никакой трудности, никакой принадлежности хоккейного клуба ЦСКА к этому сооружению нет. Проблемы ледовых арен касаются прежде всего Москвы. Но если лига планирует получать прибыль от хоккея, то без развития ледовых дворцов в столице не обойтись. Иначе «Динамо», «ЦСКА» и «Спартак» попросту не смогут привлечь болельщиков на морально устаревшие арены. Продолжение следует...